Мам, я зарабатываю на своих накоплениях и поэтому открыл вклад в Тинькофф со ставкой 17%. Я могу пополнить его из любого банка, по номеру телефона и без комиссии. Уже открываю станок. День воскресный, день чудесный, а я вам зачитываю начало письма. Приветствую, я и есть тот самый простой работяга, который готов сняться в выпуске. Образование у меня среднее специальное, техникум, железнодорожник. Так мы отцепляем вагоны. Вначале отлазим, перекрываем краны, тормозную магистраль. Тормоза пневматические. Отцепляем вагон. Вперед на разрыв. Езжает. Вагоны разведились. Жил и учился в городе Орел, таки регион. Друзья, вы просили, сними выпуск про простого работягу. И прямо сейчас вы такое увидите. Сегодня мы затронем с вами тему, которая касается большинства жителей нашей страны. Простой работяга хочется заработать на квартирку, хочется заработать на небольшой домик, обеспечить себя хорошим автомобилем, обеспечить себя пассивным доходом к старости. Способен ли простой работяга со средним образованием всего этого добиться честным трудом? Вот именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Не размазывая кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас. Сегодня будет действительно интересно и по-жизненному. Приятного просмотра. Друзья, на момент записи 7 мая, время 12 часов дня. Холод собачий идет, то снег, то дождь. Поэтому мы сейчас спрятались под козырьком возле подъезда, где нас встречает наш главный герой сегодня Игорь. 28 полных лет. И вот письмо, которое началось, собственно, ты писал. Я тот самый обычный работяга. И вот с этого мы и начнем. Школа, это все ясно. Заканчиваешь ты 9 класс, после чего, насколько я знаю, отправляешься в технику. Почему технику, почему не 11 класс, потом университет, расскажи. Собственно, все просто. Жил в регионе, в городе Орле. Особо там работы нигде нет. Можно было там какие-то найти, но без связей, без каких-то правильных фамилий было сложно достаточно пробиться куда-то. И, естественно, куда подеваться? Железная дорога. У нас был технику, был училище. Был выбор либо в техникум, соответственно, либо в училище туда. Либо машинист, либо управленец. И он попал на управленца организации движения поездов. Слушай, Игорь, а вот мне всегда интересно было, знаешь, вот все кроется же в деталях. Тебе в 9 классе 14-15 лет, правильно? Да, да, да. И ты выбираешь пойти в техникум, и сейчас такую подводку, без правильных фамилий. Это стандартная история, на самом деле, для всей нашей страны, в том числе. Вот я там проживал какое-то время в Кашире, то же самое история. Блад, знакомство, мохнатая рука должна быть. Откуда тебе об этом было знать в 15 лет? Кто тебе эту мысль в голову посадил? Был, ну как бы, родственники там живут, то есть уже не один год, они там всю жизнь прожили. И было, ну как бы, смотришь там объявления. У меня брат старший пытался попасть куда-то работать. Ну, было все так достаточно грустно. Только железная дорога, какие-то государственные структуры, и в принципе все. О каких-то больших компаниях, которые бы могли обеспечить хорошей работой, речи не шло. Мысли выучиться, открыть что-то свое, попробовать. Такую мысль, ну, твое окружение тебе, как подрастающему человеку, не подкидывало? В 16 лет у меня таких мыслей не было, в 15 лет у меня таких мыслей не было. То есть, как все, да, пришел, где родился, там и пригодился. Ну, отлично, отлично. Как минимум, это уже начало. Соответственно, в 16 лет ты уходишь в техникум, там ты учишься 3 или 4? 4 года. Я уже с третьего курса начал работать. У нас были целевые направления, что позволяло мне обучаться бесплатно от железной дороги, что гарантировало мне, в принципе, место на железной дороге, опять же. И с третьего курса я начинаю работать. Уже прям на станции, прям по профилю по-своему. Нам дали карт-бланш из разряда «идите, работайте». Год я там проработал, получил небольшое повышение. Ну, опять же, как и на всей железной дороге в регионах, нам очень быстро погасили огонь в глазах, который горел этой железной дорогой. Потому что, скажем так, начальство было не совсем лояльно к молодым работникам. Оно, в принципе, не было лояльно к работникам. Я имею в виду среднего руки начальство. То есть начальники станций, что-то повыше в отделении где-то люди. Они больше рассчитывали на то, что ты будешь работать ударно за какие-то небольшие деньги абсолютно. Потому что в 2015-2016 году я получал 17 тысяч. Как структура зарплат в РЖД происходит? Ну, имеется. Она, соответственно, состоит из закладной части плюс премиальной части. Соответственно, премиальные части тебе могут легко лишить. И тогда твоя зарплата из 17 тысяч превращается в 15 условных. Да, ну, вроде кажется, что мелочи 2 тысячи, но на тот момент это были действительно большие деньги, которые чувствовались. И работников у нас не было особо. На станции, да, то есть мы когда-то работали на 3 смены. То есть это ты работаешь день-ночь, поспал после ночи и на следующий день снова в день. То есть без выходных это очень сильно твое здоровье подрывало, оно чувствовалось даже, что ты работаешь и не отдыхаешь просто-напросто. В какой-то момент начальник станции наш начал на нас давить. Причем давить по любым поводам. Потому что мы спрашивали, когда мы закончим работать на 3 смены. Мы хотим уже выходные, мы хотим отпуска, хотим как бы отгулять то время, которое мы проработали без выходных. Естественно, нас как бы начали спускать полкана, да, то есть и пытаться, опять же, каждую нашу мелочь, любой косяк, да, нас загнобить. И получилось так, что от правной точки, скажем так, того момента, когда я понял, что у меня уже все, я не могу, в нашем месте, где мы базировались, была обычная железная дверь. И нас лишили премии за то, что она не была покрашена в корпоративный цвет. Вот это просто, знаешь, это четко. Вот просто, когда тебе нужно прикопаться, чтобы с пацанов содрать, сколько, двуху? Да, да. Двуху, ребят, двуху. Я уже не раз вам рассказывал о тюменском Илоне Маске и его наушниках CGPods от компании Case Guru, которые в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по заинтересованности пользователей. CGPods по качеству сравнимы с Apple, а по функциям превосходят. В четыре раза дешевле яблок и чуть дороже бюджетных Xiaomi. Функции не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CGPods самый большой в мире динамик, 10 миллиметров. Антропометрическая выверенная форма. Наушники не жмут и не давят, не выпадают, в отличие от яблок. У меня в руках беспроводные наушники CGPods X. За одну секунду сопрягаются с телефоном. Благодаря распоркам удобно сидят в ушах и не выпадают. Обратите внимание, здесь уникальный поворотный механизм крышки. Вы можете не беспокоиться, что кейс случайно откроется в рюкзаке или в кармане. У CGPods самый прочный кейс в мире. Держит нагрузку в 220 килограмм. В иксах есть влагозащита. Они не боятся дождя и непогоду. И их не страшно уронить в лужу. А у наушников CGPods Air 3 динамик 12 миллиметров. Они превзошли даже самый большой динамик и поставили новый рекорд. А у модели CGPods Air Pro микрофон такой же, как у яблок. С кристальным объемным звуком. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылочке в описании. Там вас ждет промокод MAS20 на скидку в 500 рублей. Заказывайте и пользуйтесь на здоровье. А мы продолжаем. И таким образом, хрен тебе не двуху. И так постоянно. Не работайте без конца. Я оттуда ушел. И ушел, скажем так, в свободное плавание. У меня, скажем так, были знакомые. Я тогда пытался хоть как-то развлечься. Играл в онлайн игры. Ух ты. И у меня, соответственно, знакомый позвал меня к себе на работу. Позвал к себе на работу. С документами какими-то иметь дела. Что-то подписывать, что-то делать. Помощникам. Да, ну да. Такая не особо пыльная работа. Сидишь на удаленке за компьютером. Параллельно играешь, параллельно что-то делаешь. Я ушел туда к нему. Прям сразу он меня звал очень долго оттуда. Из РЖД. Вначале он платил мне 30 тысяч рублей. 30 тысяч? 30 тысяч рублей. Вот смотрите. Вот сейчас внимание. Вот почувствовали эту разницу. Когда ты вкалываешь, некоторые говорят, на завод надо туда. На заводе тут взял, там положил и тяжелый труд. Я не делаю так, что это плохо, это нехорошо. Это здорово. Но в первую очередь народ голосует рублем. Вот про это мы не забываем. 15 тысяч, потому что у тебя двушечку постоянно пытаются отнять с твоего кармана. А тут ты приходишь к другу. Проверился. Видели? Проверил. Проверил. Молодец. Вот. Соответственно. А тут ты приходишь к другу. Бизнес. Уже бизнес. 30 тысяч рублей. Ты почувствовал? Это было очень заметно. Это было прям, знаешь, как воодушевление какое-то. Поймал уже. И что самое очень важное, я смог с ним покататься по разным странам. Потому что периодически это были какие-то командировки. То есть я там три раза в Венгрии был, в Испании, в Италию мы заезжали. И он тебе само собой билеты покупал. Все это было за его счет. Но он тебе прям друг-друг. Ну, мы с ним, да, мы с ним очень хорошо общались, да, то есть не только по работе, но и по... Хочу юморить. Мохнатая рука. Мохнатая рука. Знакомство. Да. Такое не каждому дадут. Вот он. Пожалуйста, познакомство. Если бы я захотел, мне бы сказали, Дмитрий, до свидания, у нас есть Игорь. И поэтому Игорь справится с этой задачей гораздо лучше, чем вы, Дмитрий. Ты с ним проработал два года. И казалось, вы по командировкам вы ездили, все было здорово. Но почему ты решил снова, так сказать, отправиться в свободное плавание и искать что-то новое? Мне нужно было какой-то новый толчок, какое-то новое развитие, потому что я понял, что я не хочу работать вот в этом. Мне нравится, опять же, мне нравится железная дорога, например. Это мое хобби. Прям вот конкретное мое хобби. Мне это нравится, я хочу этим заниматься. Полгода особо ничего не делаю. Полгода там живу на родительской шее. И понимаю, что уже как бы слишком долго я живу и ничего не делаю при этом. И нужно что-то делать. Нужно как-то пытаться себя реализовать, как-то пытаться куда-то пойти дальше. В Орле я попытался найти работу по профилю, то есть железная дорога. Абсолютно ничего. Ни логист там в транспортной компании, которых там практически нет. Ни железная дорога. Потому что предприятий там тоже особо нет. А все, что было, оно было укомплектовано. Соответственно, и тут я понимаю, что надо где-то смотреть еще. Помимо Орла, ту же самую Москву, Питер. И у меня был выбор между Москвой и Петербургом. А другие какие-то города? Не знаю, там Дальний Восток, Екатеринбург. Много крупных городов, тем более городов-миллионников. И в целом городов крупных. Почему именно Москва и Питер? Я не хотел далеко уезжать из родных мест. То есть из Орла до Москвы 400 километров. Это 4 часа пути на машине. Либо 4 часа пути на том же самом поезде, на Ласточке. И Питер это в принципе тысяча километров. То есть это все рядом относительно. Это можно в один день взять, сорваться и обратно приехать. Если у тебя ничего не получится. Соответственно я решаю переехать в Москву. Беру свои последние 3 тысячи рублей, которые у меня оставались. И рву сюда когти. 3 тысячи рублей и ты отправляешься в Москву. На чем ты поехал? На поезде? Я поехал на Блоблокаре. На машине доехал до метро ближайшего. И оттуда уже поехал сразу устраиваться на работу в такси. Потому что до этого я пытался разослать свои резюме в Москву. Ответ? Ответ, естественно, отказа, отказа, отказа. В какой-то момент берусь и прислали приглашение. Работа в такси. Я поехал. Я решил, что пофиг уже. Делаю ничего. Ну вот давай, смотри. Получается это тебе сколько лет было? Это мне было, получается, 24. Вот, ребята, 24 года. Как раз уже обучение за спиной. В том числе, даже если бы ты закончил вышку, это было бы у тебя уже два года как обучение за спиной. Ты приезжаешь, где ты начал жить? Вот первую ночь, где тебе ночевать? В начале я взял машину сначала. Таксишную? Таксишную машину, да. И нас там же устроили, в хостел нам дали адрес, сказали, вот приезжайте туда и там вы сможете жить, пожить какое-то время. Там оплата была 500 рублей в ночь. Ну хило, блин, все равно 500 рублей, но это так нормально. Ну и собственно я распределил условно 2000 это вот на жизнь, 1000 рублей на всякий случай на обратный билет отложил, если вдруг не пойдет. Вот. И часов в 6 вечера уже в этот же день я пошел работать в такси. А что, получается как-то так быстро, да? Ты получается приходишь, у тебя права есть, тебе быстро оформляют, вот тебе ключи, вот тебе машина, при том, что тебе 24 года, у тебя водительские права, ну сколько там, 5 лет стаж уже был? 6. А, ну то есть 18 лет ты получаешь их, но при этом в такси ты ранее никогда не работал. И вот они, смотри, вот они ключики, вот она тачка, вот он город, и вот он ты. И привет, я понял. Даже больше я не работал даже на автоматической коробке переключения передач, у меня всегда была механика. И я, ну, Москву я не знал вообще. Я не знал магистрали, я не знал шоссе, я не знал где я нахожусь вообще. У меня был навигатор, по которому я мог просто вот ехать, как человек, который вот впервые заехал в Москву, и все. Слушай, ну вот поделись вот этими эмоциями, вот именно этого хотят услышать люди, знаешь, когда ты лежал ты дома, в комнате, мама на кухне, батя там с работы пришел, еда есть, ты там в компик рубишься, да? Но все равно 22 года, ребятам, 24 года, ну молодой еще возраст такой, как бы шальной немножко. И тут ты приходишь в хостел, какова вообще первая ночь в хостеле? Ну это было дико, конечно, непривычно вообще, непривычно, да, потому что какие-то левые люди, разные национальности, разные, опять же, профессии. И кто-то там сидит, употребляет алкоголь, естественно, да, то есть, слава богу, только алкоголь. Кто-то, соответственно, там, спит, отдыхает после, там, бессонтной ночи. А сколько у вас примерно человек было в комнате, не помнишь? Восемь, восемь коек было, но они периодически то заселялись, то выселялись, то есть там из постоянных был, наверное, только я. И я там прожил, ну, года 20, наверное, первого. То есть пару лет ты пожил в хостеле? Да, да. Нахрена себе. Слушай, ну это ты через какое время уже привык, что ты уже приходил, тебе уже было нормально? Да, уже приходишь просто... Через какое-то время, через месяц? Ну, где-то так, да. Просто бросаешь свои кости, отдыхаешь и снова на смену. Хорошо, зафиксировали. Когда ты садишься за руль, тебе объяснили, что вот, смотри, телефон, вот тут пиликает, нажимаешь, принял заказ, он тебе рисует маршрут, куда ехать, ты подъезжаешь, ну и пошел. Вот это первые вообще заказы, ощущение, когда ты едешь на автоматике, а не нужно там ничего там, чтобы рушать этой палкой, блин. Как это было? Это было, опять же, тоже волнительно. Я помню, мой первый заказ, это была бабушка из стоматологии. Я очень сильно волновался, я проехал несколько поворотов. Она у меня спрашивает, как мы поедем, по Киевскому шоссе или там, или еще как-то, а я ей просто ничего не ответить не могу. Я не знаю, у меня и навигатор, и все, я, ну никак, я не могу тебе ничего сказать, и она меня сама подбадривала, она меня говорила, ничего, не переживайте, все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Да, и собственно, ну и как-то так мы доехали. Вместо, наверное, 15 минут мы ехали минут 45. Вот, как заправский таксист, опять же, пропустил там парочку поворотов, что добавил нам километража, но как-то освоился по итогу и начал работать. Месяц ты проработал каждый день без выходных или ты брался в выходные? Месяц я проработал без выходных, с 7-0 по 12 часов. Мы были как бы на зарплатном проекте, то есть получали 50 на 50 условно с таксопарком, который выдал нам машину. То есть из этих 50%, которые нам прочитались, 25 мы получали сразу и 25 нам выдавали в конце недели. И в первую же неделю, я думаю, вот я заработал, хорошо, молодец. В первую же неделю я остался должен, потому что я накатал штрафов больше, чем моя зарплата была. Штрафов с камер? Штрафов с камер. А ты сначала на это, естественно, внимания не обращал? Внимания не обращал, да. Я привык, как в Орле, там особо камер нет. Где-то чуть-чуть ты можешь добавить скорости, где-то чуть-чуть ты можешь нарушить. Ну, небольшие такие нарушения, которые совершают абсолютно все. А в Москве за это? А в Москве, да. Не по жопе, а просто по карману. Бах, бах, бах и хорошо. Да, и собственно я эту всю зарплату отдал и еще немножко должен остался. Это меня заставило, опять же, быть аккуратненько раз, да. И ценить свой карман, ценить свое время, которое я трачу на работу. Вот за месяц, за вычетом всех вот этих комиссий таксопарку и прочее, 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 чистыми в руки ты сколько получил? Ну, наверное, тысяч пятьдесят. Пятьдесят. Было тридцать. На железной дороге было семнадцать тире пятнадцать тысяч рублей. Опять же, на железной дороге ты не работал каждый день. Да. Ну, через день, скажем так, тоже много. Вот. Пятьдесят тысяч, это было ощутимо или как? Это было ощутимо. Чувствовалось, что у тебя всегда есть денежка на кармане. Ты можешь пойти и что-то там купить себе или там помочь кому-то, да. Но это все равно не были теми деньгами, которые ты мог почувствовать реально. Потому что тебе нужно отдать за хостел. Вот. Отдать. Сколько вот это вот первое? Пятнадцать. Пятнадцать месяцев. Пятнадцать минус пятнадцать. Пятнадцать пять. Дальше еда. И потом еда, да, потому что, опять же, мамки с папкой нет, кормить некому сам. То есть, либо куда-то идешь, либо пытаешься сам готовить, либо еще что-то. Не помнишь, сколько примерно уходило? Ну, я, к сожалению, не помню уже, но это было, ну, наверное, в пределах тех же самых пятнадцати. Уже, как бы, остается ничего практически. Где-то что-то мелкие расходы какие-то. Здесь захотелось кроссовки купить, поменять, потому что эти развалились уже, который приехал, там еще что-нибудь. Да, то есть, и оно вот так вот выходило, что ты получал, ну, выходил в ноль. Условно. То есть, сколько заработал, столько и потратил. То есть, откладывать там особо не получалось. Правильно с этим, естественно, время идет. Даже, я бы сказал, наверное, не идет, а летит. Проходит год, проходит второй. Потом ты начинаешь переезжать из одного хостела в другой хостел. То есть, просто меняешь локацию. В какой-то момент ты знакомишься с девушкой, совместно проживаешь с ней. И потом, скажем так, длинную историю сделать короткой, ты приезжаешь жить сюда. Где мы сейчас находимся? Сейчас мы находимся в ЖК Новая Рига. Примерно 10 километров от МКАДа, 10-15, где-то так. Новостройки. Как давно ты здесь снимаешь квартиру? Я здесь снимаю год. Год. То есть, с июля, получается. Слушай, Москва большая, область большая. Почему именно здесь? Я уже тогда устроился на железную дорогу. Я уже работал снова на железке. С 20, получается, второго года я работал на предприятии КНАУФ. Которое находится, опять же, здесь неподалеку. И я искал место, где я смогу жить, опять же, рядом. Чтобы мне не нужно было ехать два часа по пробкам в одну сторону. И я просто тыкая, куда я могу заселиться, просто нахожу, как второй вариант, как второй просмотр у меня был, вот именно здесь. Я приезжаю сюда, осматриваю квартиру, я понимаю, что это, в принципе, хорошее место. Здесь уютно, здесь тихо, спокойно. И здесь можно остановиться. Цена приятная, цена интересная. Хозяин такой тоже достаточно приятный. И я просто сразу принимаю решение, что я приезжаю сюда. А вот здесь мы и закончим. Ребята, я вот слушаю Игоря, а сам думаю, вот они сейчас сидят, знаешь, что делают? Чай пьют им, тепло, воскресенье. Холод просто собачий. По ушам вот этот снег, то ли дождь бьет. Поэтому, друзья, мы сделаем сейчас следующим образом. Заходим к тебе в гости, посмотрим, что ты снимаешь, по какой цене. И уже на кухне чайку нальешь. Конечно. Вот так вот я прям возьму его, и мы по себе погреемся. Поэтому пойдемте. Друзья, вообще потрясающая погода. Май, охота пойти на лежаки лечь. Оператор все еще нас подкалывает. Говорит, типа, а вон там лежаки, идите ляжься на них, полежите. Прикольно же будет для кадра. Говорят, ага, спасибо большое. В целом, за год, что скажешь? Как шумоизоляция? Как вообще народу полно, не полно? Заходи. Шестой. Шестой. Шумоизоляции в квартирах нет от слова совсем. То есть, она отсутствует как факт, как класс просто. В ремонте от застройщика, ну, то есть, вот, слышно все. Слушай, а сколько получается квартиры на этаже? Здесь получается студии, я так понимаю, студии однушки. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, ребят, квартир 12, мне кажется, точно есть, если не больше. Вот тебе, пожалуйста. Вроде этажность маленькая, но все равно квартир полно. Ну что, друзья, вы готовы попасть в реалии жизни, когда ты приезжаешь в Москву покорять ее? И где-то тебе пожить надо. Пожалуйста, студию снимает, Игорь. Площадь, которую вы сейчас увидите, 25 квадратных метров. Когда я услышал, я несколько раз переспросил, потому что мне показалось, что она гораздо меньше. Но здесь сделано следующим образом. Вот, показывай. Прихожая, она просто сама по себе действительно большая. Встроенный шкаф и сама по себе большая прихожая. Это первое. Далее мы с вами меняемся и заходим в санузел. Естественно, ремонт сделан от застройщика. То есть, это простенький такой дешевенький ремонт. Но, тем не менее, это всегда приятно, когда ты можешь прийти и сразу начать жить в квартире. Как вам такое? Вот унитаз, здорово. Вот небольшая ванночка, в которой ты по факту, естественно, не посидишь, знаешь, в конце дня не забалдеешь. С чаем горячим. Залез, помылся, вышел. И уже хорошо. Потому что, как вы знаете, придя в конце рабочего дня и приняв горячий душ, сил становится больше. Ну, а дальше мы заходим в наше жилое пространство. Получается, комната соединенная с кухней. Заходи, пожалуйста. Игорь, в силу того, что много работает, ему здесь чего-то дополнительного особо не нужно. Все, что нужно человеку для жизни, здесь есть. Телек из серии. Включил на фон день воскресный, день чудесный. Ты смотрел выпуск в прошлом воскресенье, который был, про недвижку на Остоженке. Вот, понимаешь, ты завалился, включил, там хата, миллиард рублей такой, да ну нахрен. Ну, а может быть, вполне возможно, что какой-то стимул работает. Смотри, зато два окна полноценно. То есть, света в квартире действительно много, это тоже хорошо. И кислорода будет много. То есть, ты можешь открыть это на проветривание, лежать там, и тебя не будет как минимум продувать. То есть, в этом плане действительно, это очень такой жирный, хороший плюс. Ну, и давай с тобой поменяемся. То есть, как это обычно происходит? Здесь ты встаешь, да? Потом сюда ты подходишь, и здесь ты уже на кухне. Все, пожалуйста. Друзья, вот так вот. Аскетично, сдержанно, ничего лишнего. Кто-то, возможно, сейчас засмеется, кто-то будет в шоке, скажет, как можно жить в таких условиях. А я вам скажу, это еще шикарные условия. Потому что зачастую сейчас уже есть студии, я смотрю просто, отслеживаю объявление. 12 метров. То есть, просто комната, и такая небольшая кухонка маленькая будет в 12-метровой комнате. И общий туалет в прихожей будет. Потому что люди делят квартиры для того, чтобы зарабатывать. 18 метров студия, а здесь 25. То есть, здесь с точки зрения жизни одному человеку, ну, полноценно, тем более, не забываю, что раньше Игорь проживал в хостеле, а тут ты приходишь домой, и никто рядом с тобой не лежит, ты живешь полноценно один. Мне кажется, это, ну, как минимум, реально шикарный шаг вперед. Друзья, прям по-живому. Кофеек посыпался. Ты во сколько вообще обычно встаешь? Выезд на работу, вот на железку, у меня в 6.45 край. И если ты не успеваешь, начинаются пробки уже. На Ново-Рижское шоссе, оно, как бы, такое, достаточно оживленное. И бывают моменты, когда ты можешь встать и, там, вместо положенного часа на работу, как сейчас, да, я могу ехать там полтора-два. То есть, смотри, в 6.45 тебе надо выехать, и плюс один час в 6.45 это ехать до работы. А где у тебя получается работать территориально, чтобы можно было просто по карте показывать? А сейчас у меня, я работаю в Томилино. Я буквально недавно ее сменил. И, как бы, из-за того, что там график лучше, то есть, там, не день-ночь, там, один день отработал, и там, несколько выходных. Соответственно, я рассматривал вариант переезда, но с таким графиком я посмотрел и подумал, что, ну, можно и не переезжать. В 6 у меня будильники, то есть, в 6-10 вот так вот. Собраться, опять же, там, кофе попить, позавтракать, и собраться. Ну, ты завтракаешь по утрам, или просто кофе пьешь, и все? Да, завтракаю. Ну, что ты готовишься? Яичницы? У меня, на самом деле, мне доставляют рационное питание. То есть, вот. Нифига себе, красава. Вот это, вот это вложуха. Смотрите, с твоего позволения, вот, смотрите, ребята. Вот это интересно. Я прямо даже, на самом деле, по выпуску хотел сказать, типа, давай посмотрим, что у тебя в холодильнике, ну, потому что это интересно будет показать. И вот у тебя питание, и то есть, тебе привозят. Да. Здесь готовое блюдо, что это такое? Ну, собственно, это завтрак, это лимонный сырник с малиновым джевом. Вот, раз. Блинчики есть. Слушай, ну это по здоровой пище, или это все-таки? Это абсолютно здоровая пища, она посчитана по БЖУ, по калориям. Картофель с рыбкой, я захотел. Ты глянь, картофель с рыбкой. Дальше, что это? А, это какой-то пирог тоже. Но все равно сладкое, я смотрю, ты любишь, правильно? Макароны. Оно как бы доставляется как питание обычное, да, соответственно. И ты можешь выбирать, варьировать, сколько блюд тебе доставляют, по калориям, опять же. Короче, ребята, у Игоряна в холодильнике на самом деле прям праздник. Ты глянь, смотри, компотик. Не совсем. А кто? Лимонная самогоночка. Самогоночка лимонная, пожалуйста. Работает человек много, работа тяжелая. Огурчики. Тут еще что это? Лечо какое-то, да? Это лечо, да, это закруточки. Колбаски мама делает? Нет. Или покупное? Закрутки, да, закрутки это собственные. Что-то мамино, что-то передали знакомые. Слушай, но все равно это тоже какой-то алкоголь? Это тоже алкоголь, это, ну, как бы, я его... Антистресс. Не то чтобы, я его больше использую как подарок. Сколько стоит такое питание? 22 тысячи в месяц. И все, и тебе прям хватает на каждый день, и голова у тебя не болит. Ты приходишь, и у тебя всегда есть что-то поесть, и ты, самое главное, наедаешься. Да. Ну, плюс мы отмечаем, что есть какие-то дополнительные перекусы, там, ну, тот же огурчик, там, ну, колбаски, может, захотелось, либо еще. Ну, да, то есть, если захотелось, как бы, ну, пошел, что-то там купил или сделал. Ну, ты ходишь или тебе... Ну, редко. Друзья, значит, смотрите, мы передвигаемся здесь. Вот этот жилой комплекс, он действительно большой. Я бы даже сказал, что это не жилой комплекс, это целый микрорайон. Здесь очень много домов невысотной застройки, то есть плюс-минус там выше девяти этажей домов, как мне кажется, нету. Все это объясняется очень просто. Рядом есть здесь неподалеку аэропорт. Зона полетов тоже дает ограничения на застройку. Плюс ко всему, Игорь рассказывает, что рядом здесь есть такое замечательное место, как Барвиха. Соответственно, Барвиха это элитный райончик, там частные дома, дорогие дома. Ну, и на основании этого, наверное, тоже как-то повлияло, но это наше только лишь предположение. Что мы видим? Рядом еще идет стройка. Как вы уже могли заметить, шум перфораторов бесконечный. На улице будний день. Ну, в принципе, пока что, как минимум сейчас, когда мы приехали, чистенько во дворах. Вот, возможно, не так много людей заселилось, либо в целом чистенько. Ты что скажешь вообще, как у вас здесь с мусорками? Народ нормальный? Я скажу так, у нас здесь были проблемы с мусором зимой, где-то в декабре, в конце декабря. Но это было связано, скорее, с какими-то административными проблемами между операторами по вывозу мусора. В целом, вот я скажу лично свое мнение, мне здесь кажется, что здесь достаточно хорошо работает УК в каких-то моментах. В том числе, вот, например, по поддержанию чистоты. Потому что, когда здесь сошел снег, естественно, здесь все было усыпано грязью, мусором, да? Народ сам забрасывает. Выгуливали собак в снег, естественно, да? То есть, а в какой-то момент я приезжаю, хопа, ничего нет. То есть, я так понимаю, просто управляющая компания это все убрала. Ага. Вот. Слушайте, друзья, ну, в первую очередь, не забывайте, что дворники, они должны поддерживать чистоту, а не за вами постоянно все убирать. Это тоже очень важно. Вот так, по факту, да, смотри. Ну, как-то уютненько все равно, да, на мой взгляд, как бы неплохо. Магазинов, всех сетевых этих, и озоны, и прочее, прочее, прочее. Это, естественно, самое собой полным-полно. Но чего-то такого, там, я не знаю, бассейн, кинотеатр, еще что-то, хоккейная площадка. Это надо ехать. Это надо ехать, да, потому что здесь до сих пор строится разного рода какая-то инфраструктура. Вот, смотри, класс. Империя пива. Вот я говорю, надо уже целую рубрику заводить с названием всяких этих пивных магазинов, тем более они такой шрифт еще интересный подобрали. То есть, куда не приедешь, что только не придумают свои пивные магазины. Кстати, этот магазин, несмотря на то, что называется империя пива, больше про рыбу. Ага, то есть, там рыбки, да, народные? Там можно, там очень хорошая рыба, и, как бы, опять же, цены достаточно демократичные, если смотреть по каким-то другим магазинам. Пока проживаешь один. Да. Тебе вообще все хватает? Приехал, машину поставил, вот, несмотря на то, что машин много, но, тем не менее, вечером можно найти место или надо крутиться без конца? Ну, здесь такой момент. Вечером, вот прямо возле подъезда, ты место не найдешь. С вероятностью 99,9%, потому что все будет заставлено. Сейчас будний день, машин, опять же, полно. Это, ну, можно, конечно, сейчас поставить, но, там, часам к шести ничего не будет уже. Можно поискать, можно поискать, конечно, и найдешь. Ну, опять же, это будет не возле подъезда. Люди любят, чтобы было прямо возле подъезда. Есть бесплатная парковка, есть платная парковка. Можно, там, снимать в том же самом крытом паркинге машины места, вот, в соседнем ЖК сзади нас. Можно найти, если захотеть. Вот здесь как раз самый интересный момент и начинается. Потому что, когда ты написал письмо, и мы начали с тобой общаться, ты мне пишешь. Сейчас я снимаю квартиру, у меня есть машина в кредит, но цель у тебя следующая. К старости обеспечить себя следующим. Как минимум, чтобы у тебя была квартира, ну, так же, где-то в Московской области, поблизости с Москвой, раз. Домик себе приобрести. Мы не говорим про какой-то там, да, здоровый домик. Домик. Вздержанный, хороший домик. И автомобиль так же, да, чтобы к старости у тебя был нормальный. И чтобы у тебя был какой-то пассивный доход. Я говорю, слушай, ну, это, блин, неплохо, потому что квартирку, домик, это мало того, что купить, это нужно содержать. В этом нужно сделать ремонт, нужно закупить ту же самую мебель, технику и так далее, и так далее. И вот здесь начинается, так сказать, моя любимая рубрика – математика. Жизненная математика. Ты уходишь работать на железную дорогу вновь. Почему? Значит, это, во-первых, стабильный доход всегда. То есть, ты можешь спокойно рассчитывать, что у тебя есть какая-то зарплата ежемесячная. И, исходя из этой зарплаты, я всегда плачу свои счета, то есть, квартира, питание, кредит. Вот, все обязательные расходы у меня лежат на моей зарплате. В месяц у меня где-то 8 рабочих дней. Полных? Ну, 12 часов. Вот за 8 полных рабочих дней на РЖД сколько ты вырабатываешь? Ну, во-первых, это не РЖД, конечно. Как это? Это подъездные пути, это предприятие, которое обслуживает склады. То есть, это не РЖД, но описывает же все официально. Правильно сказать. Ну, короче, на железной дороге. Да, да, да. Просто я не ошибился. 110. Вот, собственно говоря, моя работа. Вот так вот мы катаемся на вагончик. Ну ладно, тут забрали, потом переставили. Собственно говоря. А вон, теперь тепловозик. 110 тысяч. Это чисто уже за вычетом всех налогов и так далее. Вот они, 110 тысяч ты получаешь. Поехали. Минус. Сколько стоит вот эта вот аренда? Ну, с коммуналкой где-то 23 500. 23 500 раз. Минус 22 тысячи, то, что мы видим в холодильнике. Далее. Значит, кредит у меня сейчас платеж 23 000. За машину? За машину. Твоя личная машина? Да. Так, 23 000. Дальше. Да, в целом и как бы все. Ну, а какие-то сопутствующие расходы? Ну, допустим, за телефончик заплатить надо. Ну, это на самом деле не очень большие расходы. Ну, все равно это расходы. Это из разряда 1000 рублей в месяц. Ну, давай, минус 1000 я минусую. Но все равно, ты вот говоришь сам, колбаска, колбаска, она в бжу, в твой рацион она не входит. Все равно надо купить. Слушай, ну, можешь там условно вычтить 10 000 на сопутствующие расходы, и это будет практически вот все. 10 500 вычитаем, пожалуйста. 30-очка остается в кармане. Но чистая. Вот примерно по твоим расчетам так же совпадает? Примерно. Зафиксировали. 30 000 рублей. Далее. У тебя есть вторая работа? Так, это как это? Командир. Командир. С праздника, с корпоратива я. Подвезешь? Ну, что, знакомь. Рассказывай, кто у нас, что за зверь, какого года, какой пробег. Солярис. 15-й год. Брал ее с пробегом 120 000. Сейчас на ней 180 000. 120 000 брал. Это когда ты ее купил-то? В прошлом году, получается, ну, год прошел. То есть за год 60 000 я на нее отъездил. Несколько, там, достаточно долгих поездок, например, что в Воронеж, буквально недавно ездил. В Орел постоянно катался. Слушай, я честно тебе скажу, в силу того, что Солярис 15-го года, а до этого она где работала? Тоже в такси? Нет, до этого она не была в такси. Участника была? Участника, да. Просто мне кажется, что пробег больше здесь, нет? Слушай, по автотеке, по автотеке, когда я брал, там был скручен на 40 000 пробег. То есть, может быть, там 160 было, когда я ее брал, да, но, соответственно, сейчас плюс 60. Я, как бы, когда ремонтирую, я рассчитываю, что пробег, как бы, вот этот вот 40 000, он реально был. Но, так, посмотрев в целом машину, да, я бы не сказал, что здесь пробег скручен. Потому что, опять же, машина всегда была вот в одних, ну, не в одних руках, да, но в частных руках. То есть, такси не было, каршеринга здесь не было. Вот, соответственно, опять же, внешнее состояние ее, в целом, оно меня очень хорошо удовлетворило, да, и сразу можно, ну, я сразу в эту машину влюбился, как ее увидел. Короче, рабочая лошадка. Ты не валяешься здесь целыми днями, не смотришь видосики, хотя видосики на канале очень классные, но они выходят раз в неделю. В месяц, вот, сколько ты, получается, работаешь в такси? В месяц, ну, смотри, я себя не, стараюсь не заматывать. Есть статистика, так как я получу налоги. Да. Вот, за, получается, 4 месяца у меня вышло по 150 в месяц, вот, за апрель, маэрт и февраль. Ну, фига себе, от 70, ну, по 150к ты делаешь чистым. Смотри, это не чистый, это грязь. Так. Минус топливо, минус комиссия. Да. Ну, за 4 месяца, то есть, если посчитать примерно, ну, это 100. Вот сотка. Да. Вот сотку я тогда беру сюда. 100 тысяч плюс, ну, те наши 30 тысяч рублей. Итого 130 тысяч чистыми у тебя остается. Минус, ну, там можно сразу вычесть, опять же, обслуживание машины, потому что, как бы, оно по-разному, да, то есть, в прошлом месяце, там, 70 тысяч было, там, в этом месяце, там, условно, ну, будет 10 тысяч, то есть, оно варьируется в зависимости от того, что я хочу сделать. Вот, соответственно, это не официальные дилеры, то есть, это, ну, обычный сервис, как бы, поэтому... Ну, сколько вот чистыми остается? У меня вот ключевая задача. Ну, вот, ну, можно сказать, опять же, если вычесть абсолютно все, ну, все, и дополнительно, скажем так, еще, ну, 100. Сотка. Вот, мы пришли к самой заветной цифре 100 тысяч рублей. Почему я расспрашиваю Игоря? Ну, потому что вот на основании этого мы строим сегодня сюжет. Вот 100 тысяч рублей в месяц. Ты деньги свои, что ты с ними делаешь? Ты их копишь, я не знаю, там, держишь на сберегательном счете, там, где какие-то накопления. Что ты с ними делаешь? Смотри, сейчас у меня, так как у меня кредит на машину, я максимально пытаюсь его погасить, потому что ставка у меня не самая приятная, я хочу сделать, ну, я делаю досрочное погашение и загашу его досрочно. Соответственно, сейчас мне куда-то вкладываться, я посчитал, так примерно, невыгодно, то есть мне, опять же, выгоднее закрыть кредит. А ставка у тебя какая? 25. Машина бралась год назад, там ставки были не такие, как сейчас. Соответственно, страховки все, я, естественно, я это посмотрел, подсчитал все договоры, прежде чем это все подписывать, там особо никаких подводных камней не было. Сколько тебе осталось за машину платить? 700. 700 тысяч. Ну, то есть, скажем так, в рамках 2024 года у тебя план, как минимум, закрыть этот кредит. Да, и у меня есть как раз 8 месяцев сейчас, и 700 тысяч я хочу закрыть к концу этого года. Замечательно. Вот таким образом, в 2025 год Игорь у нас заходит без долгов, а дальше у тебя стоит основная перед тобой цель. Это надо квартиру, еще что-то. Можешь рассказать? Просто мне интересно послушать, как ты будешь размышлять, как добиться своей цели. Ну, вот смотри, моя цель, первоначально, я сделаю несколько этапов, можно сказать, и постепенно к ним пытаюсь двигаться. Соответственно, у меня сейчас после закрытия кредита будет стоять выбор между машиной новой, потому что машина очень в такси. А я уже встану старая. Да, да, да. Есть шанс, что она может уйти, нельзя будет на ней работать. И выбор между квартирой. Либо попытаться все это одновременно взять, что, конечно, добавит мне достаточно большого геморроя, потому что это большие обязательства будут уже, либо пытаться это как-то разделять, и как-то крутиться, в общем. Соответственно, я хочу взять квартиру в этом ЖК, условно, 5 миллионов. Условно. А вот здесь, ребята, та самая жизненная математика на перспективу. Вообще не с Игорем, он мне говорит следующее. Ну, смотри, я планирую свою машину продать, плюс у меня там будет немножко каких-то накоплений к этому времени. Мы пришли к такой циферке, что условно он там скопит миллион четыреста. Я так же так чуть-чуть запасом называю, миллион четыреста. Очень часто многие из вас, когда обращаются ко мне по покупке автомобиля, когда вы хотите купить себе квартиру, у вас первый вопрос, ну какой у меня будет там примерный платеж в месяц, чтобы понять, вообще потянешь, не потянешь. Вот давайте с вами сейчас моделируем ситуацию. Открываем доски объявлений, смотрим, что есть в наличии. Продается вот такая квартира, площадь 27 квадратных метров, и она уже сразу с готовым ремонтом. То есть человек ее купил, сделал для того, чтобы заработать. Но ты можешь взять свои вещи, заехать и жить. 6 миллионов 290 тысяч рублей продажа. Я думаю, что 90 тысяч скинут. Опять же, не придирайтесь, мы просто сейчас моделируем. Ну а дальше берем 700 тысяч рублей на первоначальный взнос, на ипотеку, на квартиру в готовом доме, куда ты можешь заехать и жить. 5,5 миллионов рублей нам нужно будет взять в ипотеку. Конечно же, самый максимальный срок 30 лет, чтобы платеж был пониже. И вот сейчас ставочки на вторичное жилье в среднем 17%. Ребята, внимание, 17%. Я вам ввожу на экран вот такой калькулятор, на основании которого забиваем параметры, и мы можем посчитать. И платеж у нас получается 78 тысяч 412 рублей в месяц. При такой ставке, и уж если все 30 лет выплачивать, то мы за эту квартиру по процентам отдадим 22 миллиона 728 тысяч рублей. Как вам? До хрена? Естественно, ну нафиг, нас это не устраивает. На перспективу, там, обещают, там, через пару лет ставка упадет до 6-7%, можно будет сделать рефинансирование, но это будет потом, попозже. А мы рассматриваем вариант сейчас. Что можно сделать сейчас? В 25-м году в доме будут сдаваться квартиры. Таким образом, сейчас это новостройка, идет этап строительства, можно купить квартиру в строящемся доме, внимание, без отделки. Открываю объявление, вот такая квартира, также примерно площадь 26 квадратных метров, но по цене 4 500, понимаете, 4 500. Ставка на такую квартиру в строящемся доме будет для Игоря 8%, льготная ставка 8%. Те же самые 700 000 рублей первоначальный взнос, 3 800 мы берем на 30 лет, и у нас платеж получается уже 27 883 рубля. Но не забывайте, дом строится, пока он сдастся, ему нужно будет платить 20, да, я округлю 8 000 рублей за ипотеку, плюс 23 500 рублей за то место, где он проживает, и когда дом сдастся, ему дадут ключики, квартиры без отделки, нужно сделать ремонт, вот здесь о ремонте можно спорить до бесконечности, сколько у вас денег будет подключить на ремонт в такой квартире, вот на такую площадь, я закладываю миллион рублей, вот просто для примера мы берем миллион рублей, где человеку взять миллион рублей, если денег нету, вот в моменте ты его не заработаешь, можно пытаться каждый месяц что-то подкапливать, но при этом платить за съемное жилье, либо же можно пойти в банк взять еще кредит, потребительский кредит 1 млн на 5 лет, ставка будет 18% и таким образом платеж у Игоря будет 26 000 рублей, но зато у него будут деньги сразу на руках, он сможет сделать ремонт, я думаю в этой квартире там 2 месяца, все, заезжай живи, 23 500 ты уже не платишь, дальше, ему для работы необходим автомобиль, в общении с ним он мне говорит, неплохо было бы взять черед Игорь 7 Pro Max, все, шикарный автомобиль для такси, многие берут, не забывайте, некоторые жалуются на коробку, что она ломается, смысл в следующем, 2 300 стоит автомобиль, если его покупать по-честному за наличку и берем кредит на 7 лет, 84 месяца, также забиваю сейчас просто для понимания ставку 18%, у них у Chery есть льготные ставки, там отдельная история, здесь уже нужно будет глубже погружаться, мы берем вот 18% ставка, таким образом у нас в кредит падает 1 600 000, платеж будет 34 000 рублей, а теперь начинаем складывать, 34 000 рублей за автомобиль заплати, 28 000 рублей за ипотеку заплати, 26 000 рублей за кредит по-потребительски заплати, того 88 000 рублей, это минимум, который тебе по-любому нужно отдать только банкам. Закрываешь досрочно, здорово, у тебя одного кредита не будет, нашел рефинансирование, взял по более низкой ставке, здорово, у тебя уже тоже будет пониженная ставка, меньше будешь платить. Но сам смысл, чтобы получить однокомнатную квартиру, или, правильнее даже сказать, студию, 27 квадратов, сделанную под однокомнатную квартиру и купить автомобиль себе, для того, чтобы ты мог на нем зарабатывать, который нужно будет постоянно, все равно со временем обновлять, его нужно содержать, не для бог что-то сломается. 88 000, как минимум. Вы можете писать ваши расчеты в комментариях, как бы посчитали вы, какую ставку взять, и так далее, и так далее, и так далее. Мы это сделали для примера. Не знаю, надо это все более конкретно изучать, пока что я сомневаюсь между одним выбором, другим выбором, потому что везде есть подводные камни, везде есть какие-то мелкие недочеты, которые могут очень сильно жизнь осложнить в будущем. Соответственно, мне нужно делать какой-то выбор, будет уже в конце года. Что тебе прям запомнилось, может быть, какая-то была поездка из Сирии прям, елки-палки, в которой тебе как раз прямо сейчас первое приходит в голову. То есть Сирии, знаешь, что-нибудь жесткое. Всегда рассказываю историю, как ко мне сели два человека, там какие-то корпоративы были, пьяная девушка и парень в таком нормальном состоянии, то есть, может быть, выпил, но как все. Вот. Парень попросил высадить его в метро, а девушка поехала дальше. Ну, девушка начала, естественно, как бы приставать, пойдем туда, пойдем сюда, пойдем как бы ко мне. Вот. Собственно говоря, это было еще самое начало работы в такси у меня в Москве. Я, соответственно, посмотрел так как бы, подумал, что это какая-то подстава и не пошел никуда. Да, я ее довез, высадил, не стал пользоваться как бы моментом и ее состоянием. Высадил, просил, все нормально, как бы все, дойдете? Да, говорит, дойду. Ну, и поехал дальше. А что, ты не захотел, дети, чай с клофелином пить? Ну, это как-то, знаешь ли, не хочется попадать в такие истории, попадать в такие ситуации. Ну, его нафиг. Друзья, смотрите, оператор все нам дает советы, встать надо так, давайте уберем вешалки, скурток, ничего не надо убирать, потому что в этом вся изюминка. Вот так вот, ты приходишь домой, когда у тебя студия, когда-то я тоже жил, у нас было 27,7, но была разграничена, зона был маленький, коридор, но побольше, там пространство в гостиной, я бы назвал ее, у меня была гостиная, у меня была отдельно спальная зона, кухня, вы это все помните. Ну, вот ты как вообще много времени проводишь в этой квартире? Немного, я так скажу, то есть, я могу спокойно там уехать на два-три дня и здесь просто не появляться. Могу, если вдруг там устал, чувствуешь, что мне нужно расслабиться, прыгнул сюда, приехал там сутки-двое от кис, так сказать, пошел потом дальше, поработал. Как я вам сегодня рассказываю, птичка улетела, птичка летает, весь день работает, прилетает, ночует и опять улетает. Вот это вот покажи нам, что это такое? Значит, ну, весы, так как я все-таки пытаюсь поддерживать свой вес в какой-то грани. И массажер для ног. И что, прикольная вещь? Прикольная вещь, можешь попробовать. А почему? Я просто, знаешь, всякие видел вещи, но почему массажер для ног? В чем смысл? Во-первых, подарок, во-вторых, после долгих каких-то прогулок могут, ну, иногда побаливать там ноги, устал, взял, сел, покайфовал 5-10 минут, пошел дальше заниматься, расслабился. Вот. Вот. Слушай, а расскажи что-нибудь позитивное из серии. Вот были какие-нибудь такие моменты, что, не знаю, какие-нибудь вот самые большие чаевые тебе оставляли? Это сколько было? Да, у меня был такой момент. Опять же, я работал в Комфорт Плюсе, еще на аренде. И ко мне сел водитель, другой водитель такси. И он тоже у меня спрашивает, какие у тебя были самые большие чаевые? Ну, я ему сказал, что, ну, в районе, может, 1000 рублей. В итоге, в общем итоге, у нас поездка была на 3000 рублей, на 2 часа, по-моему, а еще столько же было чай. То есть, он, короче, перебил. Да. И на сегодняшний день у тебя самые большие чаевые были 3000? Это да, это самые большие чаевые. А вообще, в целом, вот, в экономе, в эконом плюс, эконом плюс есть же? Нет. Эконом, комфорт. А вообще, люди оставляют чаевые? Да. Ну, сколько это в основном? 50-100 рублей? Ну, да, это 50-100 рублей. То есть, если это наличка, там могут оставить какую-то мелочь. То есть, не брать сдачу. Иногда оставляют безналичные чаевые. Ну, допустим, вот в декабре, в декабре прошлого года, у меня было порядка 1500 чаевых безналичными. То есть, а это без учета наличных. То есть, то, что кто-то не взял сдачу там и так далее. То есть, ну, полторы тысячи. В среднем в месяц, ну, может быть, 500 рублей. Вот так вот. А это эконом, да? В других тарифах там уже немножечко другая ситуация. Допустим, в бизнесе там могут побольше оставить, могут тоже не оставлять. Давай поговорим вот о таких вещах. Вот зачастую люди, когда пишут комментарии, тоже на вас основываемся. Бывают такие, что говорят, несправедливо, нечестно. Ты, зарабатывая эти деньги на двух работах, ты считаешь, что, не знаю, что тебе государство должно было что-то дать большее? Чувствуешь ли ты какую-то несправедливость со стороны общества, опять же, государства, что тебе должны были дать квартиру, еще что-то? Что ты трудишься тяжелым трудом на железной дороге, а тебе там платят, не знаю, 130 тысяч, а не 230, не 330 тысяч. Вот твое мнение. Ну, я не считаю, что мне кто-то что-то должен, потому что я считаю, что каждый человек сам творит свои судьбы и должен заниматься и получать столько, сколько он заслуживает того, сколько он сам, как он обучался, как он пытался пробиться, как он работает. Сейчас я считаю, что мне платят достаточно на моей работе, исходя из моего графика, исходя из моего времени рабочего. Потому что у меня сейчас условия, например, гораздо лучше, чем по рынку, по всему. Но я к этому шел достаточно долго. Прошел не то, чтобы огонь, воду, меду и трубы, но достаточно много всякого было. Плюс такси – это тоже своего рода моего хобби. Я обожаю рулить машиной, я обожаю кататься, я обожаю все это, связанное с автомобильной темой. Соответственно, мне это, например, не доставляет какого-то сильного дискомфорта. Хотя, конечно, учитывая количество рабочих часов в неделю, в месяц, это выходит достаточно большое количество часов. То есть, я не работаю, как обычные люди, по 160-170 часов, у меня часов гораздо больше. Это две работы, по 300 часов может быть спокойно. Да, я перерабатываю, я знаю об этом, но пока я молодой, пока мне это доставляет удовольствие, пока я этого кайфую, собственно, и для меня это не проблема. Если тебе в такси нравится работать, что насчет бизнеса, вот именно прямо полноценный бизнес-класс, где ты уже в костюмчике ездишь, потому что по факту ты точно так же едешь, но у тебя машина сама по себе комфортная, то есть тебе, как водителю, в ней комфортно, люди, что называется, другие, цена поездки уже другая, и при этом ты можешь зарабатывать за меньшее число поездок большее деньги, чем вот в экономе. Да, я рассматриваю этот вариант, но, опять же, здесь все упирается в машину. То есть, если взять машину бизнес-класса, да, то есть заработок будет больше, но в целом, в целом, ситуация будет, ну, наверное, плюс-минус та же самая по заработку по итогу, то есть чистому, из-за того, что, опять же, кредит, переплаты, вот это вот все. Соответственно, на аренде я не вижу смысла работать, потому что это, ну, это уже достаточно такая кабала. Только своя машина, я рассматриваю только ее. Ты вот вкалываешь, 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 здоровье все свое положишь, а при этом что получается? 28 лет, у тебя своей площади нету, машина, которая некая такая, знаешь, как вот белка в колесе, ты только-только-только отобьешь кредит, как она уже изношена, нужно заново брать кредит, и вот это вот бесконечно-бесконечно. И таким образом денег хватает из серии на жизнь. Вот на жизнь тебе хватает, ты не голодный, ты одетый, но при этом на что-то большее ты никогда не заработаешь. Ну, и нахрен нужна такая работа? Вот, это я прям комментарий там прочитал. Знаешь, как бы, да, может быть, для кого-то, опять же, кто-то хочет сидеть и на диване смотреть YouTube в свободное время, но мне такое, опять же, не нравится. Мне нравится, чтобы был вот круговорот, мне нравится, чтобы был какое-то постоянное движение какое-то, постоянные какие-то там новые люди какие-то, новые задачи, новые цели. И я для себя, я ловлю кайф в том, что я пытаюсь выбраться вот из этого, опять же, и круговорота в целом, и из той ситуации, в которой я начинал. То есть, если я смогу из этого выбраться, значит, и любой человек тоже может из этого выбраться. Вполне возможно, своим трудом, может быть, не своим трудом, а кто-то поможет. Но это значит, что это абсолютно реально, и абсолютно не составляет таких сложностей, как могут некоторые думать. В том числе, хочу подсветить, что тебе по факту в твоей жизни никто не помогает. То есть, все, что тебе могут дать родители, это вот закруточки, ну, такая, скажем так, передача продуктовая. Все. Все остальное ты все сам. Без дядь, как ты мне писал, без дядь из Африки. Без дядюшки из Нигерии, который может оставить наследство. Вот, вот, вот. Такого нет. Ты никогда не задумывался, допустим, о смене профессии, но вот как-то заработать денег любым другим способом, если не РЖД и не водитель? Ну, я задумывался, конечно, да. То есть, как и любой человек, который хочет чего-то достичь, я задумывался об этом. Даже пытался, как бы, что-то учить, как-то пытался получить профессию новую. Ну, как бы, не зашло мне это. Да, потому что, опять же, что железная дорога, что такси – это мои хобби. Мне это безумно нравится. То есть, и вот так вот совмещать хобби, два хобби – это не напряжно. То есть, если бы это была нелюбимая работа, мне бы, ну, было сложнее бы гораздо, чем сейчас. Зачастую мне люди также пишут комментарии, что, типа, ну вот, надо показать работягу в твоём ключе, сколько ты сегодня зарабатываешь, тот оборот, который у тебя есть, потому что ты платишь кредит за машину, за аренду ты платишь, скажут то, что ты ещё далеко не работяга. Вот что бы ты ответил людям, тем, кто сейчас живут, например, в подобных городах, как Орёл, и зарабатывают 25 тысяч рублей или 35 тысяч рублей. Сколько зарплата средняя в Орле для молодого парня 26-28 лет? Ну, наверное, 30-30. Ну, 30-ку в месяц и говори то, что всё плохо, все виноваты. Вот как бы ты вообще ответил бы ему? Что нужно делать? Нужно просто поменять своё отношение к этому. Это не государство тебе должно, ты должен сам заставить себя поменять условия, в которых ты живёшь. Ни государство, ни правительство, ни президенты, никто не сможет за тебя принять решение и за тебя поменять это. Это вы в Москве своей зажрались, регионы надо развивать. Ты с региона почему уехал? Я подчёркиваю, я задаю вопрос, не высмеивая, а ровно так, как некоторые пишут, ты из региона уехал в Москву лишь только потому, что там не было работы. А кто-то скажет, я не хочу уезжать, я хочу остаться у себя дома, жить в своих краях. Что делать? Пытаться искать возможности какие-то. Потому что я смотрю на тот путь, который я прошёл, по железной дороге опять же. Сейчас, например, на железной дороге огромная нехватка кадров. Что в регионах, что в Москве, что вообще по всей России огромная нехватка кадров. И опять же, по своей специальности, по тому, что я знаю, по тому, за чем я слежу, найти там, например, работу за 40-50 тысяч на железной дороге в Орле можно. Потому что там сейчас тоже жуткая нехватка кадров. Это будет, конечно, да, много нервов потратишь, много потратишь там, жизненных сил, так сказать, да, но ты будешь получать зарплату больше, чем в среднем. Да, работа ночами опять же. Ну и, например, в том же самом РЖД есть достаточно хороший социальный пакет. Там, без ДМС, как пример. Как пример, там, различного рода выплаты, там, за преданность компании 3 года, 5 лет окладами выплачивают. Да, потому что… Отпуск большой. Отпуск, да, дополнительный есть. У кого-то есть горячая сетка, так называемая, то есть 12,5 лет отработал, можешь идти, уходить с железной дороги, да, и как бы работать где-то еще, ты себе пенсию заработал. Результаты моей деятельности мы увидим через несколько лет, 100%. Приглашу опять снять, так сказать, ролик. Если вы находитесь тоже в начале пути, не бойтесь, у вас все получится. Если вы будете стараться, опять же, у вас все получится еще быстрее. Не унывайте, не опускайте руки. Все будет отлично. И вот именно здесь, ребята, самое время расчехлить клавиатуру, достать телефон из кармана и высказать ваше мнение в комментарии. Вы просили снять про простого работяга. Вот откликнулся Игорь, и мы сделали. Если вы считаете, что есть недосказанность, надо было сделать по-другому, без проблем. Почта моя на экране, приглашайте в гости, давайте снимем про вас. Ничего страшного, как вы видите, нету. Реальная история из жизни человека. Безусловно, Игорю желаем только удачи и развития. Почту его вы видите на экране. Мало ли захотите ему что-либо предложить, дать совет, пожалуйста, пишите напрямую. Не добавить, не убавить. Все полезные ссылочки ждут вас в описании телеграм-канала в первом закрепленном комментарии. До новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok